утро буду заваривать через минут 10-15 кофе у меня всегда какой-то продукт небольшое количество какой-то кусочек сыра бутики малыши могут быть это кусочек сыра грамм до 30 грамм и сливочное масло грамм 15 допустим можно размазать бутики малыши кстати бутики малыши предложила назвать динарочка вот эти бутики предложила назвать малышами да у меня мягкий сыр очень мягкий сыр и жирный этап производитель дания буко можно использовать даже этот сыр как на маску очень мягкий и очень вкусный просто тает во рту вот этот сыр вот люди говорят ой так питаться это не бюджетно ты что не бюджетно есть барахло потому что вы не насыщаетесь у вас рот не закрывается почему не закрывается потому что пустые продукты и вы трощите 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 вы не наедаетесь небольшое количество это бюджетно купила допустим 300 грамм сыра да вот пожалуйста 30 грамм на сколько мне хватит на 10 раз на 10 дней это не бюджетно не бюджетно много есть вот это не бюджетно да значит сыр у меня хороший жирный у кого-то может быть даже творог небольшое количество белок он насыщает но жирный белок жирный жирный белок жирный творог значит меньше выделяется инсулина инсулин это гормон аппетита да значит у меня маслинки вяленые это ферментированный кстати продукт вяленые маслины да жиры хорошие жиры оливковое масло еще сбрызнула оливковым маслом и у меня что-то пожевать у кого-то орешки могут быть любые какие вам нравятся орешки немного три-четыре орешка немного орех это не белок это это жиры не забывайте не передайте орешков да орехи сыр я напоминаю имеют психоактивные свойства еще немножко еще немножко еще немножко вот пока месь не сидите эту пиалочку орешков до розетку все вы не успокоитесь точно так и сыр отрезайте кусочек и прячьте стран основной кусок в холодильник потому что кромсать и кромсать будете этот сыр чем выдержаннее сыр напоминаю тем у него больше аминокислот которые способствуют перееданию понятно сюда берем на заметку что еще можно дополнить да ну вот я перед чашкой кофе допустим хотя кофе пью со сливками или с молочком но сейчас у меня сливки порционные покупаю чтобы не скисало ничего пошел молоко скисает хотя хочется налить топленого молочка мне в кофе значит когда мы пьем кофе то есть горечь и у нас выделяется какой гормон а какой гастрин а гастрин гормон который способствует выделению большего количества соляной кислоты ну так как кофе у меня со сливками или с молочком то выделяется соляной кислоты уже меньше а если что-то прожую да ну то есть такая защита у меня да прожую да неважно сыр это мягкий твердый маслинки орешки вы что-то проживали это понижает количество соляной кислоты которые будут будет действовать на слизистую желудка понятно да все рассказала напомнила но все мои хорошие я сейчас это съедаю а потом завариваю кофе мне просто невкусно запивать кофе еду но это лично мое вам нравится на здоровье да чуть не забыла мои хорошие мне написали люди считания как это допустим вот ты говоришь размер спичечного коробка вот так это смотрите вот сюда положу кусочек сыра размер спичечного коробка вот пожалуйста сковородка на плите сливочное масло разогреться сковородочка положу кусочек сливочного масла и буду жарить яйца слегка разогрела сковородка ну чтобы растопилось сразу маслечко видите да слегка не до упора нагреваем сковородку до яйца я приготовил ну чтобы не не тратить время людей время деньги да здесь белки 2 а здесь желтки 2 желтка выливаю белки на сковородку немножко поцелю и на несколько минуточек оставляю белочек схватился беру желтки и выкладываю на белок сюда бац один желточек 2 о красивенько когда вот тогда аккуратненько так все смотрите красота какая да ну что готовится крышкой прикрыла буквально на несколько секунд желтки подсолила тоже смотрите какая красота да красота готова какие желточки да все витамины все аминокислоты это желток жиры лицетин желточек какой красивый смотрите не только себе ребенку готовьте так яйца классно какие красивые яйца правда а желточки желточки просто как пуговки вы только посмотрите да какая прелесть как два глазика или 2 пуговки да ух какая прелесть красивенько получилось яйца это насыщение белок и жиры это насыщение да да небольшое количество а насыщают ценность калорий насыщает небольшая куча еды насыщает а ценность калорий насыщает что мне еще конечно салатики побольше побольше салатика и капусточка и морковка и зелень и огурчик и красный сладкий перчик здесь а какая прелесть люди да напомню лидер по витамину c белокочаная капуста и красный перец не важно сладкий перец сладкий перец не важно для меня не важно цветовая гамма для меня не важно вообще цвет красный желтый полезность это не физиологично самое главное сам продукт во вот это да вот пожалуйста вот это мое насыщение кто со мной всем вкусного сытного похудения и удержания веса здоровенький был и всем доброго дня всем доброго времени суток самому самому шикарному самому уважаемому сообществу физкульт привет мои хорошие приветствую всех вас на своем youtube канале добро пожаловать общаемся мы с вами только об одной теме это похудение стройность мотивация на комментарии результаты наших людей наших людей нас мотивирует очень да мы сами обязательно питание канал у меня похудение значит питание я показываю тарелки я немножко рассказываю какие-то рецепты могу предложить еще да хотя все все знаем сейчас да мы с вами обязательно о движении это тоже очень мотивирует когда я показываю себя да я постоянно работаю работаю физически да над собой сегодня сделать себе выходной просто умышленно люди умышленно немножко надо поменять картинку я устала немножко мне каждый день 7 8 километров я не считаю рынки променады там по делу бегу какой-то торговый центр нужно быстро то сейчас свет выключат и там не будет света это будет будет сложность я не считаю город нет я конкретно считаю только движение утром парк спорт а я настолько намотаю мама моя родная если еще начну считать квартиру так это вообще утекай буду да я это не считаю нет для меня самое главное темп когда занимаюсь спортом а не просто иду по городу гражданочки но быстро нет не считаю это значит сегодня выходная выходные вообще нужно делать хотя бы один раз или два раза в неделю значит показываю свое питание да напоминаю вам да многие спрашивают а что такое бутики малыши люди не хотят смотреть люди вы знаете вот забиваете даже в youtube чеки до поисковик канал худею и мотивирую пишите и потом там бутики малыши вам сразу вылетит до или допустим там запеканка сырная вам повылетают запеканочки даже в поисковике можно найти так это подсказала потом что еще но я всегда оставлю ссылочку и без труда в принципе но возможность есть даже самому найти значит что еще хотела сказать вам да значит у меня был такой вопрос арбуз вот сейчас и арбуз арбуз идет сезон арбузиков да и хочется такого сладенького есть еще с холодильничка до холодненькая летом это вкусно это приятно очень да вы знаете я вот в этом году тоже позволяет себе арбуз позволяю хотя у нас так не на полную мощь работают холодильники за счет света но все-таки он как-то немножко холодненький ты отвязать себе кусок действительно кайфуешь и холодненькая и сладенькая нам же хочется сладенького да сладенького да ну и вот люди спрашивают по поводу похудения и арбузи арбузика да как это как это работает значит ну в общем то есть информации у каждого человека есть информация да многие скажут это классно это чистка почек я одно скажу папин брат он всю жизнь страдал камнями в почках он постоянно когда-то ездили женой на москвиче с прицепом в херсонскую область покупали арбузики да привозили держали в гараже на балконе и все равно дядя миша умер от почек от камней большой камень ну то есть его арбузы не спасли а ел всю жизнь квасили капусту это очень полезно это камни выводятся ничего не выводится и вот информация допустим арбуз и и почки наши до информация да но мне нравится темой медицины я вам рассказываю если у кого-то есть другая информация напишите только такая информация правильно ну арбуз да мы едим потому что нам сладенькое сладко да мы ж просто воду не хотим пить да она хочется сладкий арбуз да мы понимаем как эта часть витамин там может быть может быть какая-то часть но очень мало как и во фруктах очень мало начида водичка да сладкая водичка такой сладкий сиропчики да холодненький да вкусно да Значит, что получается? Начинается работа почек. Почки должны постоянно выводить жидкость вот эту. Мы постоянно дружим с туалетом, мы постоянно идем писать. Правда? Все говорят, это классно, мы писаем. Наш организм должен вывести лишний сахар. Каким способом? Мы идем писать, но сахар не может выйти сухой, правда? Нет. Значит, уходит с влагой, с мочой и идет обезвоживание нашего организма. У нас еще есть в организме метаболическая водичка. Водичка, которая находится в тканях наших клеточек. Они, кстати, все молчат. Все вот эти вот сертифицированные, они даже не знают такого. Есть 300-400 грамм метаболической воды. И вот она тоже выводится, идет обезвоживание. Поэтому чистить почки, конкретно употребляя арбузы, ну это не очень хорошо, это не здорово. Это сахар. В принципе, это сахар. Но есть и другая информация, да? Ну то есть, худеть на арбузах, это вообще какая-то некая даже иллюзия. Возможно и так. Но другая информация тоже есть. Сейчас к этому подойдем. Конкретно о себе и о арбузе. У меня нормальный вес, я дружу с весами. Стань на весы. Вчера ела арбуз. Два куска. Ага. Ой, так это ж классно просто. Нормально. Можно сегодня еще съесть. Вы дружите с весами. И все станет ясно. Можно вам арбуз или нет. Дружите с весами. И вот информация. Внимательно слушаем. Потому что информация очень интересная. Если что-то знаешь, наполняет радостью бытия. Это правда классно. Похудение. Это изучение. Не просто. Я к вам приду на ваш марафон платный, да? Чему вас там научат? Изучайте сами. Находите информацию. Изучайте сами информацию. Находите ее. Так. Ну начинаем. Начинаем, да? Интересная тема. Слушаем. Значит. Сейчас есть такое понятие. Да? Мы с вами разделяем углеводы на быстрые и на медленные. Правда? Все. Ой, это быстрый углевод. Нельзя. А это медленный углевод. Это можно. И вот эти вот углеводы. Быстрые и медленные. Они конкретно связаны чем? С гликемическим индексом. Правильно. Если возьмем, допустим, углеводы из любимой гречки. Да? Или возьмем углеводы из фруктов, то мы поймем, что фруктоза в 2,5 раза медленнее или ниже по гликемическому индексу. Что такое вообще гликемический индекс? Это показатель даже. Универсальный показатель, который показывает, насколько повысится сахар в крови после приема 100 граммов углеводов. После приемов 100 граммов углеводов конкретно из пищи. Но почему-то все считают, что это именно скорость. Скорость, с которой глюкоза попадает в кровь. Правда? Скорость поднятия сахара в крови. И были проведены даже эксперименты. Знаете, на каком продукте? На трубях. На наших трубях были проведены эксперименты. Где измерялся конкретно гликемический индекс отрубей. И выяснилось, что их гликемический индекс связан не с тем, как попадает глюкоза в кровь. И выяснилось, что их низкий гликемический индекс связан не с тем, как глюкоза попадает в кровь. А с тем, как быстро инсулин эту глюкозу понижает в крови. И это не связано с тем, что глюкоза медленно попадает в кровь. А глюкоза в крови быстро, просто снижается. Быстро снижается. Это пример того, что гликемический индекс не так уж и универсален для еды. Как измеряется вообще гликемический индекс? Берется глюкоза. Берется глюкоза. Это лон. Человек съедает конкретно 100 грамм глюкозы. И получает определенный уровень сахара в крови. И относительно этого эталона, 100 грамм глюкозы, высчитываются все продукты. Берется 100 грамм конкретно чистого сахара. Человек съедает вот этот сахар, 100 грамм, на голодный желудок. Получаем кривую, кривую уровня сахара. И сравниваем с предыдущим показателем, с глюкозой. Но дальше лучше. Если мы говорим с вами о углеводах из гречки, или, допустим, о углеводах из картошки, то нам нужно не 100 грамм гречки, не 100 грамм, допустим, картошечки, да? А нам нужно 100 грамм конкретно углеводов из гречки. 100 грамм конкретно углеводов из той же гречки, или из той же картошки. Мы можем понять, что 100 грамм гречки не эквивалентно 100 граммам углеводов. Правда? 100 грамм гречки это одно, а 100 грамм конкретно углеводов это совсем другое. А гликемический индекс считается именно по углеводам в продукте. Именно поэтому был введен новый показатель. Внимательно слушайте, интересно очень. Именно поэтому был введен новый показатель, который называется, правильно, гликемическая нагрузка. И вот этот показатель, гликемическая нагрузка, считает конкретно количество углеводов, которые вы съели. Количество. Гликемическая нагрузка показатель, который конкретно считает количество углеводов, которые вы съели. Как работает гликемическая нагрузка? Например, мы не будем далеко углубляться в историю. Берем арбуз, вот сегодня берем арбуз, кстати, арбуз имеет вроде бы высокий гликемический индекс, там 70 или 80, но если посмотреть более прицельно, то мы можем понять, что в 100 граммах арбуза всего лишь 5 грамм углевода, много воды, есть волокна, и всего лишь на 100 грамм арбуза 5 грамм углевода, то есть это немного, это низкая гликемическая нагрузка. Гликемическая нагрузка это отличнейший инструмент, который позволяет лучше контролировать уровень сахара в крови. И можно даже не бояться каких-то определенных продуктов. Арбуз, отварная тыква, очень низкая гликемическая нагрузка, кстати, отварная тыква кажется четверка, очень низкая. Если мы с вами сравним какую-то булочку сладенькую, да, и мальтодекстрин, то можно выяснить, что булочка, она более медленная. Мальтодекстрин, да, это основной компонент большинства смесей, конкретно для спортивного питания. Крахмал. Это крахмал. Булочка будет медленнее, чем мальтодекстрин. Инсулин. Можно сюда немножко еще о инсулине, да. Инсулин, да, инсулин не является следствием ожирения, а наоборот. Ожирение ведет конкретно к повышению инсулина. Ожирение, люди, ведет к повышению инсулина. Инсулина. Повышение инсулина это нормальное явление. Длится повышение инсулина приблизительно до 10 минут. 5-8. 5-8 минут. Это нормальное явление. Повышение инсулина. 5-8 минут. Инсулиновый индекс, да. Конкретно нужен только людям, у которых есть проблемы. Конкретно инсулинорезистентность. Вот я показываю творог, и мне очень часто могут написать. Вот творог имеет высокий инсулиновый индекс. Люди, надо развиваться. Инсулиновый индекс имеет продукт, конкретно белок постный. Неважно, это творог или это постное мясо. Едите куриную грудку, любимую, да, полезную. Очень высокий инсулиновый отклик. Или, допустим, белки яйца. Высокий инсулиновый отклик. Если вы будете съедать цельное яйцо, белок и желток, то инсулиновый индекс будет намного ниже. Как бы жир немножко блокирует, блокирует выделение инсулина. Потом углеводы. Оценивать углеводы нужно по калорийности и по насыщаемости. А потом по клетчатке. Волокна. Клетчатка. Волокна. Обязательно. Негликемическая нагрузка, негликемический индекс не является фактором ожирения. Не является фактором ожирения. Метаболизм, или еще говорят, допустим, обмен веществ, или метаболизм нарушается конкретно на строгих диетах и на, допустим, урезании калорийности. Да, вот человек худеет, что-то я не худею. Надо уменьшить мне еще, урезать эту калорийность. Вообще буду на 700 калорий жить. И у человека нарушается метаболизм. Человек уже не худеет. Урезает и не худеет. Он становится внешне еще хуже, чем был полным. Вялый, слабый, такой дряхленький, дохленький. Нарушается метаболизм. Обмен веществ. Конкретно на строгих диетах, на урезании калорий. Потом нужно понимать. На снижение жиров влияет калорийность питания. Калорийность питания. Неважно, откуда берутся ваши энергии. Или это углеводы, или это конкретно жиры. Да. Самое главное, не пережирать тех же полезных жиров. Да. Нам нужны жиры и растительные, и животные. Но нельзя переедать. Углеводы тоже нужны. Но нельзя переедать. Сытое брюхо учению глухо. Потом нужно просто вбить себе в свои бортовые компьютеры. Продукты с низким гликемическим индексом нам полезнее. Почему? Потому что они имеют больше клетчатки. Они более плотные. Они лучше насыщают продукты с гликемическим индексом низким. Лучше насыщают. Это закон стройнеющего человека. Это насыщение. Насыщение должно быть даже не на 4 часа. Люди. Вот не поели 5 часов, радуйтесь. А если не поели 6, так это вообще супер просто. Да. И когда вы употребляете, едите продукты с низким гликемическим индексом, вы реже чувствуете голод. Классно, да? Потом эти продукты менее калорийны. И они менее вкусные. Они не такие вкусные. А если продукты не вкусные, значит не будет переедания. Все, мои хорошие. Мы с вами сегодня пообщались. Благодарна всем вам за просмотры моих видео. Благодарна всем вам за общение. И, конечно, за комментарии. Большое всем спасибо. Худеть очень интересно. Это такой классный процесс удержания веса. Мне очень нравится этот процесс. Так что, вместе с вами развиваемся и худеем с умом. Если что-то знаем, это наполняет радостью бытия. Это классно, да? Хорошее выражение. Буду часто его повторять. Мои хорошие, всем, как всегда, желаю Божьей помощи. И до встречи. Дальше будет. Дальше будет.